Да, солнышко вышло, но асфальт еще не просох. Смотрите, какая бурга поднимается сзади. Естественно, все заднему летит в стекло, поэтому сзади в такую погоду никто не любит ездить. Друзья, вот мы и подъезжаем к заправочке. А, это Роснефть, а там я был на Волону. Давайте зарулем на Роснефть. По большому счету, какая разница. Просто места поменьше здесь. Да, и что-то опять нахмурилось, солнышко пропало. Так, стоянка туда, да, у нас? Да, потому что здесь что-то ребята навставали плотно. Эх, какие ямы-то! Ё-моё! Я туда не поеду! Тут уже вон ребята парковались, бордюры все разворотили. Наверное, увидели эти каналы, окопы настоящие. Вот это заезд на заправочку Роснефть. Да, столбики тоже полегли от рук недобросовестных пернобойщиков. Так, сейчас посмотрим, где можно запарковаться. Что-то здесь, понятно, как-то встали. Ё-моё, там какой-то негабарит. Так, все, нафиг надо выезжать отсюда. Один негабарит на той колонке встал. Ну, по высоте вроде проходит. Что-то разграничили здесь все. Стоянки там, заправки тут. А я и у нас... Ширина негабарит встает. Заехал на заправочку. Так, ладно. Давайте отсюда выбираться. Пока у нас тут не застопорило. Ё-моё, у него ширина-то, наверное, метр четыре. Если не больше. Тут тоже не говорит. Комбайн какой-то тащит. И еще один негабарит. С бочкой. Да, не нашел я здесь местечко припарковаться, друзья. Едем дальше. Сейчас будет у нас Лукойл. По-моему, я его еще не проехал. Я его еще не проехал, потому что там... Там-то стояночка уже просторная. Не как здесь в какие-то катакомбы заехал. Но опять дождик. Ну, вот еще и дождик. Блин, может, смысла-то нет тогда окна мыть. Сейчас дождик намоем. Посмотрим. Какой он сейчас будет. Вроде сильно обещает он. Да, друзья. Как я и предполагал, дождик разошелся нешуточный. Смысла заезжать на стояночку мыть. Стекла нету пока. Во-первых, сам промокнешь. Во-вторых, опять ненадолго это все. Сейчас обойдем мы. Дафик, по-моему, идет. Хомячок. Да. Контейнеровоз пустой, видно. Тащит. Лентяй передний понят. Опять в небесной канцелярии крыша расхудилась. Все льет и льет. Друзья, все-таки заехал я сейчас на стояночку, чтобы намыть стекла и зеркала. И вообще, картина совсем другая. И самому приятно, и вам приятно. Так, друзья. До места нам пишет 385 километров наш Сусанин. И время прибытия в 16.54. Да, потерял я время. Но, с другой стороны, немножко подразмялся. Снял усталость. И теперь зарядился энергией до самого конца. Потому что дальше вставать уже нельзя. Остается час у нас в запасе. А час в запасе это совсем мало. Ну, конечно, если уж будет сильно сон клонить, конечно, я встану. Не буду подвергать ни себя, ни груз, никого опасности. Друзья, ну вот, подъезжаем мы к съезду с платной дороги. Буквально осталось каких-то 800 метров. Что-то я километровый столбик не вижу. А вот есть. Да, это 649 километр. Трасса М11. Москва-Санкт-Петербург. И уходим мы по указателю на город Гатчино. Едем мы на молокозавод «Галактика». Но сегодня мы пойдем не через сам город, а пойдем объездной дорожкой. На часах у нас 16.29. Пол пятого. А до места нам еще 56 километров. 56 километров, но на этих километрах нам еще надо пройти несколько светофоров. И, по-моему, три переезда. Если не четыре. А сейчас посчитаем. Да, до 6 вечера у нас еще запас есть. Пишет, что на полчаса придем раньше. Но вот эти полчаса могут, я говорю, съесть непредвиденные задержки в плане переездов или светофоров. Ну, не будем отчаиваться. Все у нас впереди. Едем с небольшим запасом. Так. Очередной пункт оплаты. Все. Шлагбаум открыт. Зеленый светофор. И мы поехали. Так. Нагачину нам, значит, надо будет сразу первый поворот направо. Да. Осталось совсем немножко. А денек-то уже завершается. То есть, темнеет рано. Так. Справа у нас никого. Не мешаем. И хорошо. Сейчас прибавим шагу. Главное пройти переезды. Уж светофоры, они не так много времени занимают. А вот на переезде можно и зависнуть. Гатчина 39 километров показывает. Но нам это если напрямую заходить. Мы сегодня груженые 20 тонн молока. И по городу петлять с таким грузом нежелательно. тем более там еще много лежачих полицейских. Пойдем мы объездной дорожкой сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где мы должны остановиться при запрещающем сигнале светофора Слева там кто-то далеко-далеко едет Какой-то состав И наверное сейчас светофорчик-то за нами загорится красный Хотя может быть я и ошибаюсь Так, ну что до места 36 километров Совсем чуть-чуть Каких-то полчаса Подъедем сразу к прокатной Отнесем документы Я думаю, что должны сразу запустить Потому что ждут они До шести После шести уже можно После шести вечера Можно зависнуть До утра, до восьми Да, там у них уже Ночная загрузка идет своя Поэтому Кто не успел Тот опоздал Называется Но будем надеяться Что мы По крайней мере Пока идем прям С запасом Так, друзья Вот нам У нас и третий светофор Да, здесь висит по три камеры И здесь четко следят за стоп-линей Так что здесь Надо быть аккуратнее Остановиться перед стоп-линей А потом тронуться Так, третий переезд Значит Еще один будет Это точно Резинки Резинки все просели С двадцаточкой мягко идет Прям как Пароход переваливается По волнам Так, еще 22 километра осталось Так, а на часах То уже 5.00 А если быть точнее То 17 часов А за бортом Стабильно Три с половиной градуса Температура Тепла И снегом здесь И не пахнет Надо же Уезжали прям Из зимнего оазиса А приехали Не в золотую осень, конечно Но еще осень Вот Видно даже С зеленой травкой Так, ну что Проходим мы развилочку И После нее Как раз Вот у нас Два подряд Еще переезда Можно считать Как за один Но они тоже Хитрые С тремя камерами Висят На столбах Без проезда Без остановки Сразу Зафиксируют Да, видно На столбе Висит камера И она рабочая Так что лучше Лучше лишний раз Остановиться И тронуться Так Слева у нас Никого И справа Да, справа Вот у нас тут Немножко Под углом Мы заходим На переезд Но переезд Регулируемый Так что Надеюсь Если что Светофоры Должны сработать Так Но здесь Он закрытый Здесь В принципе Что Останавливаться Тут уже Походу Даже Рельсы Заросли А знак Так и Висит Ну что У нас Осталось Два с половиной Километра До поворота И мы Пойдем Уже Деревнями До места У нас 12 километров Вот он Наш Поворот Справа У нас Магазин Пятерочка Да Надо бы Конечно За продуктами Но Рядом С заводом Там Свой Магазин Пятерочка То есть Смыслом Мне здесь Останавливаться Не Тем более Площадка Сделана Только Для Легковых Да Здесь Сейчас Аккуратненько Двумя Деревнями По-моему Две Деревни Тут Или Три Проедем Повернем Направо И мы Уже Практически Назову Друзья Вот мы И приехали У нас Последний Поворот Направо Магазин Пятерочка Ориентир И теперь Нам надо Здесь Выбрать Где Остановиться Как Опять Как Всегда Обочины Все Затоплены Обочины Все Затоплены Но нам Наверное Надо Ехать Прямо Туда Здесь Останавливаться Или Все Таки Сходить Нет Тут Вставать В болото Поеду Прямо До Конца Здесь Ребята Стоят Наверное На Загрузку Да А мне Надо Выгрузиться Ну Если Не Запустят Так Не Запустят Что Теперь Отъедем Назад Встанем Обычно Сразу Запускали До Шести Вечера Приезжаешь Наши Тоже Коллеги Стоят Но Это Скорее Все Загрузку Ждут Зашторенные Так Ну Что Друзья Мы Приехали Сейчас Я Быстренько Отнесу Документы Я Думаю Что Меня Сразу Должны Запустить На Территорию И Выгрузить Если Только У них Какие Тут Изменения Нет Так Вы Никуда Не Уходите Я Быстренько Ну Вот Друзья Запустили Нас На Завод Как Я Предполагал Сразу Сейчас Отнесу Документы На Склад Должны Поставить На Выгрузку В принципе Все Здесь По Натоптанной Тропе Уже И мы С вами Уже Были Здесь Так Где-то Надо Припарковаться Давайте Сюда Встанем Чтобы Потом Определить На Какие Нам Ворота Дадут Команду Вставать Вот Так Встанем А потом Назад И Крутанемся Ну Что Друзья Мы Приехали Пойдемте Выгружаться Только Туда Нас Конечно Не Запустят Да Нам Туда И Не Надо Друзья Ну Вот И Все Миссия Выполнена Все Вовремя Даже В 6 Часов Я Не Только Заехал Я Уже И Выехал Пустой Так Что Друзья Всем Кому Понравилось Видео Не Стесняйтесь Ставьте Лайки Подписывайтесь На Канал И Не Забывайте Нажимать На Колокольчик Чтобы Не Пропустить Мое Следующее Видео А На Сегодня У У На Все Всем Спокойной Ночи До Скорых Встреч Пока Пока